Всегда хотели заработать на ставках или просто зарабатывать, но не получается? Дайте возможность нам зарабатывать за вас. Перейдя по ссылке в описании, вы сможете вложить деньги в наших специалистов и получить прибыль уже через 24 часа. Вам ничего не надо делать, все сделают за вас наши аналитики. Даже со 100 рублей. Чем больше срок, тем больше прибыль, вплоть до 300%. Ссылка в описании. И привет всем. Как дела? Охуенно, дела просто охуенно. Новый год. Новый год вовсю просто. Где батл, сука, ребят? Я не сука, батл будет. Ну ладно, сейчас попозже. Сейчас мне нужно найти место, где я присяду. И все, отвечу. Просто была такая тема, что на айфоне очень мало зарядки осталось, и пришлось у кореша пиздить айфон. И очень долго искать иголочку, чтобы его открыть. И все такое. Ну сейчас становится на рост людей. Все, кто захотят, зайдут. Так, батл с Убиваном не будет. Я с Коби охуенно отношусь. И мне нечего читать про него три раунда. И в принципе мы... Ну у меня и не было никаких к нему претензий. А у него, которые ко мне были, они закончились вроде как. Поэтому нам батл не нужен, Супи-Ван. А с Гарри Топором я очень давно хотел, на самом деле, побатлиться. Еще до того, как участвовал во Фрешбладе, я очень хотел побатлиться с Топором. По той причине, что... Ну, он абсолютно там нормальный, адекватный тип. Сам по себе с этим нет никаких проблем. Но лично, по-моему, он просто отвратительный рэпер. И мне, как бы, все время претил тот факт, что он считается одной из звезд Версуса таких. И что вот он там один из первопроходцев. И он такой сильный, бля, одолел там и Стима, и Нойза, который там чуть не умер на баттле. И Царя тоже. И, в общем, из-за этого создался такой ореол, что он охуенно просто батл. Я не говорю, что он отвратительный, да, батл. Он, в принципе, сносно, но не так круто, как всем кажется им. Я считаю, что самое время развеять вот этот вокруг него создавшийся ореол. Бля, как-то пафосно слишком прозвучало. Самое время показать ему его место. Не, ну просто-просто крутой батл будет. Я думаю, что... Тем более, что Топор, как мне кажется, на битах звучит, в принципе, в треках увереннее, чем на баттлах. И баттл под битые будет сильным. Вот. Так. Вот бусинам второй раз. Да, блядь, мечтаю на бусинам второй раз в баттле. Это же 100% будет такой же крутой баттл, как первый. Это же нет вероятности, что хуже получится, да? Так. Нет, ну он же выебал обе. Он не выебал обе. Ну, то есть, я, конечно... Блядь, ну это большая тема, я не знаю, насчет судейства версуса, заводить ее вообще сейчас или нет, потому что... Труруруруру... Начал текст писать. Нет, ребят, я не начал текст писать. Я уже говорил неоднократно, что... Я, конечно, не как Оксимирон, я не утверждаю, что к обычным баттлам я могу подготовиться за неделю-две. Ну, к обычным баттлам я готовлюсь хорошенько, то есть, ну, по-хорошему нужно там дней 20-30, чтобы к обычному баттлу хорошо подготовиться. Но к баттлам подбиты, где три куплета и... Короче, ну, там нечего просто писать больше, чем неделю. Ну, это и как бы и к баттлу с гнойным я готовился за неделю, и тут планирую так же. Не утверждаю, что это будет самая последняя неделя или что я не буду принципиально писать строчки, но просто если баттл в марте, сейчас смысла готовиться так рано, вообще просто еще не... Вот. Пьяный мастер. Так, насчет Оби-Вана и вообще Игорь Топора и его баттл с Псайбоем. Если вы не понимаете, что Оби-Ван это максимально классический баттлер, который делает охуенные рифмы, охуенные строки, охуенный панч, и непосредственно в стилистике того, как это должно быть, а не того, как это... Ну, ладно, похо, как там принято, не принято, но, в общем, это классический такой баттл рэпки у Ти Дишн, и у него, к тому же, просто одна из наиболее уникальных подач, в принципе, в Версусе, то есть пьяный, не пьяный, материться, не материться, это же, ну, часть харизмы, и он выглядит просто как охуенный персонаж, и самое смешное, что... Ну, не смешное, а самое крутое, что он ему является. И если у кого-то есть сомнения, что Оби-Ван это один из топовых баттлеров Версуса, я говорю вам, вы нихуя просто не понимаете, если вы считаете, что Оби-Ван плохо баттлится. И то есть, я не говорю, да, что он объективно, 100% бесповоротно, там, победил Топора и победил Псайбой. По-моему, конечно, победил того и другого, но тут уже есть дело вкуса, и не сказать, что Гарри Топор и Псайбой были там просто нулями, да, но как бы обе, по-моему, и достаточно, я надеюсь, близкому к объективному мнению, был сильнее. И, ну, ёпта, Топор с доской, с этой, ну, нормально, ну, нормально, но не больше. У Оби-Вана просто третий раунд, это выдирающую сердце просто тематика. Ну да, да, конечно, тоже было там, совсем перепил, совсем он там выглядел неубедительно местами, но ёпта, вы слушаете текст, вообще, это же... Да, баттл с Топором, конечно, чтобы Оби был слабее, чем обычно, и вот эта харизма, про которую я уже говорил, потратилась, но баттл с Псайбоем ёбаный в рот. Хотели баттл рэп, вот так он, блядь, делается. Это разъеб, это разъеб. Так, чё там дальше-то? Ну и вот, насчёт вообще баттла, там, Топора с Убиваном, и вообще по поводу того, что сейчас происходит на Версусе, мне бы хотелось высказать своё мнение, потому что оно немножко отличается от того моего мнения, которое я высказывал не так давно. Выходили какие-то видосы, там, на Раймс-канале, на Раймс ТВ, и всё такое, где я говорил, что судейство на Версусе нужно. Так вот, всё, моё мнение поменялось. Судейство на Версусе было нужно до тех пор, пока судьи правильно судили. Вот когда я сдавал то интервью, до того момента все судьи на Версусе почти всегда принимали правильное решение. И в большинстве случаев это было, да, из-за того, что было просто очевидно, кто есть кто, в части случаев, потому что, ну, всё-таки был какой-то там заметный перевес, и судьи принимали правильное решение, в части случаев просто из-за адекватности. И поэтому процент, по моему мнению, неправильно отсуженных баттлов был крайне маленький. То есть, может, там, каждый пятнадцатый баттл был с неправильным результатом и всё такое. Но то, что сейчас происходит в судействе на Версусе, это такой пиздец, я просто охуеваю. То есть, я обожаю Версус. Версус — это лучший медийный проект вообще в России за последние охулион лет. И Версус — это просто невъебически крутая площадка. Но я не могу позволить себе там баттлиться без битов, а без битов, соответственно, с судьями, до тех пор, пока там судят эти люди и судят вот так. Ничего не могу с собой поделать. Баттл Гарри Тепараа Оби-Вана отсужен неправильно. Баттл Демаст и Драгон, ну, тут я же не спойлерю ничего, но я считаю, что отсужен неправильно. Третий фрешблат весь нахуй целиком, блядь, отсужен неправильно. Чё там ещё? Ну, короче... О, ёпта. А это что? Фант. Фант. А есть трубочка? Пять, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Пить хочется, пиздец. Очень много баттлов, просто судят неправильно и туда приглушают людей, которые уже давно не тащат тот уровень. Сейчас, и я объясню по какой причине это происходит. Сейчас на Версусе зачислю баттл с реально сильный МС. И третий фрешблат это почти все восемь человек, которые вышли. Я где сейчас? Я сейчас в Барселоне нахожусь. Так вот, все восемь МС, которые вышли, ну, там, может, за исключением Плант и кого-то ещё, они более-менее сильные МС. И чтобы принять решение о том, кто из них был реально круче или сильнее, нужно нихуёво шарить во всём этом. А там судят, ну, со всем уважением, ну, блин, барабанщики, хованские, ну, ёбаный в рот, ребят, о чём речь? И, к сожалению, очень часто это приводит к тому, что вот электромыш выигрывает похоронила, например, или что-нибудь такое. Вот, или что, да я, ну, даже, я уже сейчас тяжело помню меня из-за того, что как-то я эмоционально очень эту тему воспринимаю. Ну, в общем, МС достаточно идут вровень почти в каждом из баттлов, и судей, никаких к ним нет претензий, они не баттл-рэперы, они не понимают, что это такое. И без видимого перевеса одного из участников им сложно принять правильное решение, и зачастую они его не принимают. Поэтому я просто не готов тратить свою силу, там, месяц подготовки на баттл, который отсудит, ну, простите меня, там, гитарист группы Animal Jazz, например. И, ну, выпьет там чуть-чуть и случайным образом отдаст решающий голос. Вот что-нибудь такое. Я, опять же, уважаю всех этих людей очень глубоко и благодарен им, и многие из них судили Versus еще когда он был не особо популярным проектом, но, к сожалению, сейчас это неправильно. Так вот, все. Подытожим. Не могу, я бы с радостью побаттлился и без битов, но только в том случае, если судей не будет, либо будут судей, которые, ну, реально будут компетентны в том, что они делают. Так, судив баттл, мне пару раз предлагал рестор, но я, во-первых, я не уверен даже в своей компетентности, в плане вот прямо стоя на месте сразу же отсудить правильно баттл. А, во-вторых, ну, как-то, вроде бы, вроде бы я себя не чувствую достаточно достойным, что ли, того, чтобы судить Versus. Вот. Так, что там у нас? Все, да, короче, с судьями разобрались. Просто я вижу, что на большое количество людей влияет то мое мнение, которое я рассказывал в интервью Рамз ТВ, что судьи нужны, потому что участники должны иметь стимул к победе. Но, к сожалению, стимул к победе немножко херится из-за того, что сама победа отдается зачастую случайным образом, а не по скиллу МС. Так, правильно сказал, баттл с топором. Еще раз, кто пропустил баттл с топором в марте, это не мои условия, это условия Игоря. И я думаю, что речь не о том, что он хочет 4 месяца готовиться, охуеть, а просто, ну, там туры запланированы, и как бы, ну, все люди занятые, все понимают. Вот. Че там дальше? Как мне баттл стиля? Четвертый фрешблат. Ну, я думаю, все охуенно адекватно понимают, что Смоки Мой это не тот человек, который должен быть там вторым, кроме Оксимирона. И, ну, я не похерю репутацию проекта, сказав так, я считаю, что это очевидно. Но, опять же, в то же время я верю, что ресторатор и Ян, и, опять же, Мирон, они осознают, что они делают, и, возможно, в этом есть какой-то более тайный смысл, чем так кажется. Так что посмотрим, что будет. Ну, я за нововведение в любом случае, потому что они обязаны существовать, и, как мы видим, ну, че там по фрешблатам, да? Да, первый фрешблат был прикольный, но немножко тусклый из-за того, что было, ну, из-за того, что, блядь, кто там был? Вудбекер, Гиги за Стрэнджер, блядь, Зуин Спейс, Нигарекс под конец, просто отвратительно, там, баттл. Ну, короче, из 12 человек почти половина, ну, были достаточно хуёвые баттл рэперы, при всем моем, опять же, уважении к ним, как к людям, потому что с большинством из них я тогда чуть-чуть общался, и они все прекрасные ребята. Был немножко тусклый из-за того, что было 12 человек, во-первых, слишком много баттлов, и слишком много не очень крутых баттлеров. Второй фрешблат, ну, тут мне тяжело объективно оценивать, но мне лично кажется, что он был самый опуенный, потому что там была куча разных МС, то есть, ну, себя я не беру в расчет, потому что про себя так говорить, это долбоебизм, ну, вот, тот же там Старуха, Лёха Медь, Букер, да даже Ёбты Синна, Рэг, это все более-менее персонажи, и у них у всех есть какая-то особая позиция, особый стиль, и тогда это было интересно, как они друг с другом столкнутся, там, Мунстар, Млечный, кто там еще был, забыл уже, вот. Третий фрешблат, сильный МС, но они слишком были все обычные и одинаковые, но вот сейчас, видимо, стараются как-то за счет каких-то правил, каких-то нововведений разнообразить все это, и я считаю, что это абсолютно правильная инициатива. Так, что там, как относится к сыну проститутки? Ну, я уже говорил, что, по-моему, он должен был выиграть третий фрешблат, и чуть не потому, что он круче всех там складывает, блядь, строчки и там рифмы и все такое, а потому что он единственный человек был на этом сезоне с позицией, из всех. Ну, кто там, не помню больше, кроме... Как относишься к батлу Гуфа с Птахой? К сожалению, никак не отношусь, но я бы охуенно хотел как-нибудь к нему относиться, но никто из ребят не написал, видимо, не буду никак относиться. Так, с Кезару встретился в Барселоне. Ну, даже, ёпта, любой человек, который приезжает в Барселону, у него... Единственная, может быть, цель встретиться в Барселоне с Кезару. Барселона очень маленький город, тут все друг друга, как в деревне, знают, и вот... О, вон же Кезару идет, сейчас пойду с ним подпишаюсь. Нет, не встретился с Кезару в Барселоне, да и, если честно, я не знаю, зачем бы мне с ним встречаться. Так, как относишься к батлу Галата и Оби? Вот это будет охуенный батл, я считаю, потому что и Галат, и Оби прекрасно понимают, что такое батл-рэп. Но ведь СП объективно слабее того же эпоха. Ну, я не согласен с этим. И я бы не говорил, что он должен был выиграть второй сезон, если бы я думал, что он объективно слабее там Попа. Нет, он сильнее эпоха и Тирепса. И, опять же, не потому что... Не по параметрам, вот обычным, типа, да, они лучше понимают, как устроен панч, как лучше сделать игру слов, даже там двойную рифму. И как, может быть, выстроить логические раунды друг за другом, но это такой батл-рэп по учебнику. И в них нет стержня, в них нет стиля. И, ну, неинтересно мне просто смотреть. Хотя их финальный батл очень охуенный. Я там, как зритель, получил огромное удовольствие. Но это тускло. Сын проститутки, это чувак, который приходит на батл и говорит, вы обязаны делать безличные панчи, шутить про мамок. И топит за эту хуйню весь сезон. Ну, это же круто. Плюс он запоминается, плюс у него видно, что он искренние эмоции в это вкладывает. Ну, похоронил тирапс крутые, крутые, без проблем. Я, типа, вообще не против, но неинтересно. Вот. Ты пересматриваешь батл, чтобы понять, кто победил? Ну, я вообще многие батл, да, смотрю по два раза. Особенно, если мне понравилось. Ну, а так, как бы, ну... Я, когда я говорил, что я, стоя на месте, не смог бы сразу определить, кто, по моему мнению, лучше. Наверное, я имел в виду, что, когда стоишь очень на батле, очень много параметров, помимо самих раундов, влияют. Там поддержка одного-другого, волнение от того, что происходит. И это, как бы, это, как бы, все влияет на правильность принятия решения. Про маму заезжать, и ты, ой, боже мой, блядь, чувак, все, иди нахуй. Ты вообще, вообще не слушал, что я говорю. Ты писал тексты о КПСС, нет, не писал. Как тебе рвать на битах? Не помню, я, по-моему, уже говорил где-то, но мне... Что-то мне там не нравится. Ну, прикольно в целом... А, вот, то, что у них раунды так расставлены, что там, как бы, сначала читает одна команда, потом другая два раза, потом эта два раза, потом этот. Ну, и неправильно, нет, ну, нет, не видно конфронтации из-за этого, вот. И разные биты в третьем раунде, раскрытие темы, вот эта фишка мне не очень нравится. А так, ну, круто, конечно, молодцы. Я вообще за батл-площадки в целом. Там есть крутые батлы, и у них хороший звук, хорошая атмосфера. Люди на сцене и зале одновременно, это классика, это охуенно. Батты под биты 2 на 2 хорошая идея. Вот только, ну, мое личное, субъективное, что... Вот эта очередность мне не очень нравится, и тема с третьим раундом. Прокомментируй батл Эксимирона и Гнойного. Чувак, ты из какого, блядь, века? Что мне про него сказать? Вы что, не видели батл, что ли, уже полгода прошло? Ну что, да, я считаю, что Слава тогда заслуженно победил в том батле. Он был сильнее. Батл охуенно крутой. И что я вам скажу еще про этот батл? Вот, и писал текстами, например, да, это я. Что у тебя за конфликт с Мияги и Эншпиль? Ну, это не то, чтобы прям конфликт. Я сказал на батле про них достаточно безобидную строчку, но им она показалась обидной. И мне Эншпиль тогда написал, чтобы я ему скинул свой номер. Я ему скинул свой номер, и мне никто не позвонил. Ну, все, на этом по конец той истории. И я как бы не то, чтобы там очень расстроен, что не получилось пообщаться. Вот. Так, знаешь, ноунейми и диктант 3D, я же говорил, что я смотрел много батлов, 140 BPM, но в последнее время что-то мне не нравится, короче. Вот. Встречался с Фейсом? Ну да, мы виделись на... Блядь, как же это? На Раймсфесте, или на Раймсшоу, он на целом слепом. Вот. И еще что-то один раз в офисе так пересеклись в этом, в Раймсбуке. Вот. Слушаешь Маркула? Я что-то в последнее время русское музло вообще забил хуй слушать. Вот сейчас я летел, когда в самолете, я скачал себе там... Все, что там можно, скачал. Вот и Фейсу скачал, и Кизару, и Фары, последний альбом, что-то там. Ти Феста, Соу Лауда, там, блядь, Мэй Вейвс, чувак достаточно прикольный. Много-много чего накачал, запинул все в плейлист, включил, а на первую же песню уснул, нахуй, и что-то это... Пока не послушал, короче, все. Вот. Так, что думаешь-то о нем, о Фейсе? Фейс в жизни супер приятный, охуенно адекватный, крутой тип. Вот. У него... Дальше, наверное, должно обычно следовать, но... Но, никого но нет, есть очень крутые песни, которые мне очень нравятся. Песня Бэйби, это гениальная хуйня, вот. И, ну, его персонаж, это, очевидно, очень круто, то, что он делает. Вот. Посоветую заграничные репчины? Нет, ребят, не хочу, не хочу, боюсь, короче. Боюсь советовать то, что я слушаю, потому что там чуваков вообще никто не слушает, в которых я слушаю, у них по 10 тысяч просмотров на Ютубе, и... Ну, наверное, это уебищно, но я хочу, чтобы так и оставалось. Вот. Где я работал в 2014 году? Писали сайты мы в 2014, или уже спекуляцией занимались, минералов, природных ресурсов всяких. Не помню, что-то из этого. Вот. Насчет клипов есть задумки. А, так, ну все, переходим к следующей большой теме на сегодняшнее. А, ну ладно, давайте еще несколько вопросов. Так, что думаешь о Смоке Моа? Я как Смоке Моа в 2004, мой новый микстейп играет в каждой школе. Не, Смоке Моа, ну, абсолютно точно внес свой абсолютно нихуевший по размерам вклад в развитие рэпа в России. И, в принципе, у него крутой стилек. И, по-моему, мы даже пытались мы на микстейп вот их со Злым Негром что-то сделать под его бит. Но мне просто... Ну, не то, чтобы там плохие биты были, но я просто не увидел себя ни на одном из битов, что мне прислали. И поэтому как-то не получил. Вот. Как относишься к Эмин-Эму? Хуенно отношусь, да? Так. Что-то вопросы у нас подзакончились. Вот. Как относишься к тому, что тебя шиперят с КПСС? Да я, чуваки, я главный шипер. Это же я пишу все эти фанфики, где мы со Славой в очко долбимся жестко прямо везде. Вот. Это же я все. Я сам пишу. Как к Джубеле относишься? Ну, охуенно. Крутой чувак и крутой рэп. Абсолютно крутейшая музыка. И я всегда это говорил. У нас даже есть с ним трек. И еще там еще есть Кристалл Курьера и Акваликвид. Привет, кстати, ребята. Когда приедешь в Украину? Не знаю ли я через 10, ребят. Че, я серьезно. Я уже сто раз говорил. Очень страшно. Тяжело разбираться в том, что происходит. У вас и страшно пиздец. Боюсь, что там убьют. Или закроют въезд. Или что-нибудь такое. Ну, как-то я не считаю, да, всю эту тему с войнами, с разделением братских народов хорошей. Но я абсолютно аполитичен и не хочу вот этого всего. С Грин Парком общаешься? Ну, я пересекался. Я нормально общаюсь, когда мы видимся в жизни с Ноу Лимитом, с Марком. С Сифа вот недавно познакомились после концерта Мирона в Олимпийском. Ну, охуенно. И все, ребята. Ну, не то, чтобы мы там на звонке с ними. Я перед сном звоню Марку, чтобы рассказать, как у меня день прошел. Нет, такого нет. Вот. Так. Гнойного пизданули, что думаешь? Я считаю, что это абсолютно полное ублюдство, ебанное. И если кто-то считает не так, ну... Ну, я не знаю, как тут сказать. Не слишком категорично, но... Если вдруг пиздить человека за то, что он делает в музыкальном плане это нормально, ну, ебаный в рот, тогда, значит, мы живем не в 21 веке. Вот. Как ты относишься к тому, что делает Слава на СТС? Я все, блядь, забываю посмотреть. Я вот видел пару, ну, таких смешных вырезанных моментов. Они действительно очень смешные. И... Ну, а так... Хотел бы целиком выделить вечерочек там, блядь, и глянуть, как Киркорыч со Славой наваливают рыпося. Так. Ладно, что насчет дальше? Насчет клипа. Сейчас я... Короче, числа до второго или до первого ли я в Барсе, в Милане, а потом я лечу домой, и мы снимаем клип на новую Москву, если кто вдруг еще не в курсе. Вот. Трек охуенно хорошо зашел, разошелся лучше там, чем что-либо, когда-либо. Я вам очень благодарен за это, потому что это все, и я в этом уверен на 100%, происходит исключительно за счет того, что моя фан-база такая охуенная. То есть люди делают репосты, люди показывают друзьям треки, и когда это действительно качественный контент, он находит много новых слушателей. И еще раз вам спасибо большое за то, что с этим мне помогаете. Я абсолютно искренне без вас бы трек был бы там рядовым. Но так он охуенно разошелся, и я и так думал, что я на него буду снимать клип, но теперь я в этом убедился, и вот как только я вернусь, сразу же там первого-второго числа мы начинаем съемки, и как бы до альбома еще будет клип на новую Москву, вот так могу сказать. Вот, спасибо всем, кто ждет. Так, тррррррр, что-то нет никаких, нравится пушистым тебе очень хорошо. Да это ветер ебаный, и я давно не стригся, я приеду пострягусь. Вот, все, снимаем клип, я думаю, что он будет где-то 15-20 числа. Будет тур? Да, тур будет, но уже после концерта Кстати, кто не в курсе, 27 января концерт в Питере И 28 января концерт в Москве с презентацией альбома Phantom 1 Всех жду там Что еще? Ну по клипу, собственно, вот вся инфа, клип будет на Новую Москву Потому что и голосование в группе так прошло Да и в принципе, ну мне этот трек кажется наиболее подходящим для того, чтобы сделать на него клип Вот, альбом Phantom 1 до конца года почти 100%, если там вдруг не будет проволочек с каким-нибудь там iTunes и прочим То есть он уже на финальной своей стадии, там, дозаписать, досвести чуть-чуть Вот, почему не оберешься, дуй, блядь, твоя фишка, да я что, ебанутый? Ну в смысле, то есть, вот, если что, про что речь Если бы я ее сам, например, выкрашивал постоянно И, типа, почему не перестанешь делать седу, блядь, это был бы уместный вопрос Но это же у меня всегда она была и до сих пор есть Так что я считаю, что смысла убирать ее вообще никого нет Вот, так, кто лучше батлер, по моему мнению? Ну я, я, конечно, естественно, я Что-то никаких вопросов не прилетает, интересно Давайте поэтому поехали дальше про альбом Так, альбом, если кто, до сих пор опять не в курсе альбом Блядь, хотел сделать букву Эх, но рука занята, пацаны, сейчас все будет Ёпта Вот так Альбом Фантом 1 В декабре этого года С там почти 100% вероятностью Вот, я надеюсь, что Вы его хорошо примете И там треки, ну, на уровень выше, чем то, что я делал раньше И я надеюсь, что по трем трекам, которые с него уже вышли Новая Москва, Предпоследний день и Пролог, это заметно Вот, знаешь, где Багира? Ну, Багиру что-то, блядь, в Барселону не завезли, пацаны Кто после тебя? Нет, там дальше уже сложно Фрифол клип гон Да, блядь Че, как относитесь к тому, чтобы снять клип на фрифол, ребят? Ставьте плюс в комменты, если хотите клип на фрифол Так Здравствуйте, привет всем еще раз, кто Кто вдруг почему-то меня только сейчас увидит Ну вот Да, альбом Фантом 1 Че я там про него говорил? Ну да, там чуть-чуть новый звучок Не кардинально, но более такой аккуратный, уложенный И правильный, по моему мнению Потому что до этого все было очень разрозненно Вот Ну и мы очень, конечно, паримся То есть раньше я, грубо говоря, EP-шку 5 я записал Ну За два студийных дня Именно записал, не то, что я писал ее быстро Но писал долго, но записал финально очень быстро Вот Тут мы каждый трек записываем по два дня И я очень парюсь, и я надеюсь, что вам очень понравится Вот Треков, я думаю, будет, ну, от 10 То есть 10-12 Я думаю, что в итоге напишу я от 12 Но не факт, что они все выйдут Может быть, мне какие-то на финальной стадии не понравятся Вот Так Где находишь? Это я уже говорил Я нахожусь в Барселоне Прилетел немножко текста подписать Вот Сколько треков в альбоме будет? Уже вот ответил Так, в Минске будешь? Да, буду, когда будет тут Так, еще батл, альбом Клип Не знаю, пацаны Все, 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 что хотел, сказал Давай чуть-чуть пообщаемся еще Вот Сейчас в Барселоне? Да, я сейчас в Барселоне Вот Ты был в Дудь? Нет, я не был в Дудь Но мы с Юрой общались несколько раз Достаточно Интересный человек Вот Замай крутой? Нет, Замай я вам напомню Лох ебаный И если кто-то с этим не согласен Вон отсюда нахуй Вон туда, блядь В это дерьмо С головой вниз, блядь Если кто-то считает, что Замай не лох ебаный Так Поделен твой родственник? Нет Я, кстати, недавно тоже узнал Вот опять же после концерта Мирона 6 ноября Ко мне платье такое подходит Говорит О, старо Я тоже фарафонов Я такой ебать Я вообще не видел В жизни человека С фамилией фарафонов Не являющегося моим родственником Но вот он первый из них Совсем не выходишь на связь Ну я уже вот на связи И этот Фоточки выкладываю В инстаграм Там все такое Ёбтс Так Не планируется Лебат, Локси или Киев Нет, не планируется, ребят Вот Как относишься к боссу? Отлично отношусь Смотрел диктатора И плейблэка Да, посмотрел Но не до конца посмотрел Но что-то нихуя вообще не понравилось Не этот, блядь Ну диктатор Нормально Но плейблэк, блядь Это такая отвратительная сценина При всем моем, как бы Уважении к проекту Но, блядь То, как он рэп читает Это я ебал Вот Что я не смог досмотреть И мне не понравилось Вот И, по-моему Я видел там кучу бомбежа В комментах Что он еще и выиграл По-моему Я не знаю, что там происходило Под конец батла Но Ладно, плохо, короче Вот Мерч будет на концертах? Да, будет, конечно Че с Кизару не пересечешься? А че вдруг, блядь Почему? Зачем? Что? Зачем мне пересекаться с Кизару? Ну Проблем у меня с ним никаких нет Диких симпатий тоже Так что Ну Если бы он мне показал Где здесь этот Электро И оптобайк В аренду взять Было бы круто А так я, собственно Не знаю Кизару, если ты знаешь Где этот Вымутить Велосипед с моторчиком Напиши Вот Когда фит Собла или бизит Да, вроде Вроде не планируется Вот У тебя зеленый Или карий цвет глаз Я сам не ебаю Если честно, ребят Когда Архем новый В феврале Очевидно Что скажешь о творчестве Это просто Охренное творчество Никаких вообще Претензий к нему нет Ты один прилетел Нет Я с друзьями Очень скрытные люди Передай привет мне Привет мне Рики, ты приедешь Крым Не знаю Когда батл следующий Блядь Какой же охуенный вопрос Про следующий батл По стоке Я полчаса рассказывал Про него Что скажешь Про розовое вино О, да Насчет розового вина Ну, я так понимаю Речь не про то Как я отношусь к треку А как я отношусь К этой ситуации Ну, во-первых Конечно же Да, трек Хит Сто процентный С этим невозможно спорить Хук супер цепляющий Куплеты Ну, куплеты Какие и должны быть На таком треке Вот Клевый бит Алина сняла По-моему Просто охуенный клип Тоже, опять же С этим нет проблем Все круто Вот Теперь Несчет того Что там произошло Все начали После того Как ЛДЖЕЙ Заблокировал клип Очень гнать сильно На Федука И я не уверен Что это правильно Ой, блядь На Федука Ёпта Очень гнать сильно На, собственно, на ЛДЖЕ Вот И я не уверен Что это правильно Потому что Ну, я бы хотел Чтобы вообще Люди в индустрии В нашей Относились Чуть более Осмысленно Что ли Ко всему этому Либо совсем Неосмысленно То есть Слушаешь музыку И все И хуй Логи Либо чуть более Осмысленно И выслушивали Хотя бы там Обе стороны Не зря же На каждом суде Есть там Истец Ответчик И все такое И тут вот ЛДЖЕЙ Это, собственно, ЛДЖЕЙ ЛДЖЕЙ Который в два В два раза Длиннее Чем Куплет Федука Вот И типа Вот А ЛДЖЕЙ Такой долбоеб Там всех Хабанул Всех Наебал Ну, во-первых А вдруг ЛДЖЕЙ Написал этот хук И не смог Исполнить И только Федук Исполнил И это вроде бы Пополам А вдруг Даже если не так Вдруг ЛДЖЕЙ Там Битло подогнал И там И организовал Процесс И вообще была Его идея Сделать этот трек Ну То есть Помимо Количества Времени Исполненного В треке Исполнители Очень много Всего Вкладывают В трек И Нам неизвестно Кто Из этих ребят Сколько всего Сделал Для того Чтобы эта композиция Была такой Какая она В итоге Получилась А все Блять Накинулись на ЛДЖЕя Что мол Хуй сос Ты хуй сосис Чего ты вдруг Решил Что Ты можешь Что-то Вообще Предъявлять Это же песня Фидука А ты там Один раз Одно слово Говоришь Ну вот Вот так Это примерно Выглядит Я читал Ответ Стороны ЛДЖЕя И там Так и написано Что бит Был с его стороны Предоставлен Что запись С видос Он организовал Пиаром Он занимался Ну Опять же Не факт Что это все Правда Ну а если Правда Не имеет ли он В таком случае Право Принимать Достаточно Полновесную Как бы Долю В принятии решений Ну Это все Не очевидно Плюс там Такая хуйня Была Что Ну вот Он заблокировал Клип И Комментарий Его был Ну Что там Им прислали Клип За полчаса До релиза В закрытую ссылку И никакие Его правки Не стали делать Но Опять же Не факт Что это правда И Я даже Склоняюсь К тому Что вряд ли Да Так команда Алина поступила Лишь может быть Там Со стороны Федука Но если Вдруг Это правда Если бы Вот я Попал В такую Ситуацию Что Мне там Прислали Клип В котором Я участвую За полчаса До релиза И не стали Потом Вносить Мои правки Туда Я бы Тоже Нахуй Сто Блять Процентов Заблокировал К чертям Клип И высказался Б еще Жестче Чем Лжи Вот В общем Общий посыл В том Что Не вся Информация Которая Преподносится На суд С одной Из сторон Она является Правдой И даже Если она Вся является Правдой Не факт Что она Является Полной И Самое Лучшее В этом Случай Решение Слушать Песню Смотреть Клип Просто Независимо От всей Вот этой Бюрократической Хуйни Кроме Тех случаев Когда уже Все совсем Очевидно Но это Совсем Не тот Случай Так Все хватит Про LJ Кстати Послушал Этот Альбом LJ Летний Что-то мне Пиздец Зашло Несколько Песен Очень Ричард Съебись Все Окей Пять вопросов И съебаюсь Братан Как С Карл Относишься Не знаю Какое у меня Образование Ну я школу Закончил А с вузами Что-то Блядь Не срослось Не Я уже Выпил Все Твои фаны Твое вдохновение Сто процентов Да Но Не единственное Мое вдохновение Естественно Вот Тебя всегда Узнают Ну нет Барси Вот не особо Узнают Так Че Еще Еще Три Вопросика Ну приезжай В Чиле Слушал Фонса Мертвых Да Я уже Я уже По-моему Что-то говорил Вот Ой Че-то Бля Вот эти Вот вопросы Не знаю Пацаны Как вам Сами Мне скучно Спрашивать Одного Исполнителя Как ему Другой Исполнитель Ну и Тем более Что уже Пятьдесят Тысяч Раз На все Это Все Дали Ответ Как тебе Обладает Как тебе Оксимир Как тебе Слава Псс Да Ёпта Так Назови Свой топ Российских Рэперов Сейчас Это вообще Невозможно Сделать Не представляется Как бы Мне реально В принципе Как тебе Родо Муфаса Охуенный Баттл Мне очень Понравилось Вот Муфаса Очень крутой Ну Родо По тексту Конечно Был сильнее Но по подаче Мне Муфаса Больше Понравился Вот Но если Фиты Будут То Естественно Они Будут Крутые И я надеюсь Что С неожиданными Исполнителями Как погодка В Барсе Ну охуенно Днем Вообще В футболке Можно ходить Вечером Вот Кофту Пришлось Надеть Рикити Китай Что тебе Там по годам 23 Говоришь Да 23 Вот Исполнилось 23 С половинкой Мне Так И последний Вопрос О У тебя есть дрель Это Охуенный Последний Вопрос Не знаю Чем отличаются Например Дрель и перфоратор Наверное Потому что Перфоратор Еще и в обратную Сторону Грутиться Умеет Но да У меня Есть И дрель И перфоратор Дома И я Ими Естественно Нахуй Никогда Не пользуюсь Все Всем спасибо Я очень рад был С вами Всеми пообщаться Сори Что чуть опоздал Ситуация была Плохая Симкой Альбом Фантом 1 В декабре Очень надеюсь Что все его ждут И очень надеюсь Что он всем понравится Надеюсь на вашу поддержку Клип Новая Москва Тоже в декабре Опять же Аналогично Все надеюсь Что зайдет И надеюсь Что вы Сделаете свой Клевенький Репост К себе На стенку И поможете Мне с распространением Все Всех люблю Целую Пока-пока Рад был Уедеть Редактор субтитров